всем привет добро пожаловать на мой канал вечерние посиделки с вами анна сегодня я решила записать видео о своих продвижениях в процессах о новых начинаниях новогодних о том что я вышивала вот за это время пока не снимала вышивальные недели а также что вышивала моя дочка лиза и хочу я начать с работы вот по буклету такому кошачьи сезоны я вышивала осеннего кота вот этот вот который с тыковкой но он у меня будет конечно же без тыквы так как я пуговки решила не использовать не покупать их так как это будет у меня подушка и сейчас я вам покажу что у меня получилось так вот сейчас у меня выглядит эта вышивка осенний котик у меня готов осталось вышить последнего зимнего давайте я поднесу покажу вам поближе как он выглядит такой вот котик я особо там ничего не менял вышивала ну ниточками по ключу кроме конечно вот этой нитки с переходами такой розовый на фоне котика вот может быть не совсем здесь видны вот эти крестики желтенькие да вот например вот в летнем котике они видны на фоне да вот эти одиночные крестики и здесь ну я тут решила ничего не менять оставила так как есть ну и глаза вышила по ключу единственная по моему знаете заменила носик носу кота здесь у нас вышивается такой темной серой ниткой сейчас если сфокусирует ну наверное видно да что серой ниточкой здесь вышит нос я же поменяла на такой вот коралловый лососевый цвет вот такой вот у меня у него получился носик планирую я зимнего котика не дошивать вот до нового года а вышить зимой там январе и феврале я думаю что я завершу уже этот дизайн ну и там буду уже думать как мне сшить эту подушку потому что подушка будет такая знаете вытянутая стандартные они по моему 35 на 35 у нас продаются в леруа марле ну а здесь мне надо будет самой сделать эту подушечку ну и сшить вот саму наволочку так что такой вот третий котик у меня готов осталось мне вышить вот этого белого тоже очень симпатичного кстати вот этот осенний код я обратила внимание что он один из всех котиков не улыбается и очень такой грустный остальные такие с улыбочками котики сидят но я как-то знаете обратила на это может быть поздновато внимание а то бы я наверное тоже его вышел таким улыбающимся но принципе пускай он такой немножко грустный такой хэллоуинский котик котик наверное какой-нибудь ведьмочки черненький так что пускай он будет именно таким у нас сегодня знаете такая метель за окном очень сильный ветер и вот сейчас мужчина на снегоходе проехал первый раз вижу что так катались здесь у нас вот так что если вы слышали шум то вот это снегоход ну и дальше давайте я вам буду тоже показывать что я на вышивала за это время то вышивала я вот этот набор дары осени от жар птицы здесь такие красивые баночки ну такие они можно сказать летние осенние очень яркий дизайн такие должны получиться магнитики и вот я вам давайте покажу что на сегодняшний момент есть у меня вот баночку с помидорками и огурчиками я вам по моему уже показывала ранее такие вот они кстати крупные довольно таки вот эти баночки дальше я вышивала вот эту кстати я тут опять попала в больницу и вот в больнице вышивала вот эту баночку дошила я наверное с черникой я думаю что эта баночка с черникой и до вышивала вернее начала и вышила вот такую баночку с абрикосовым вареньем она мне тоже очень нравится мне больше всех не нравилось с черничным вареньем ну какая-то она такая самая мне кажется не интересная что ли видите видите какие они довольно таки крупные большие вообще магниты вот если сравнивать с другими дизайнами магнитов вот эти такие довольно таки крупные и вот здесь я не делала бэк стич вот в этих местах здесь он вышивается таким сейчас я покажу ну вот видите здесь такие красные полосочки я только вот здесь их вышила мне как-то показалось что вот это вот ни к чему потому что у меня такая ассоциация что банка как будто бы пластиковая и ее помяли и вот она такая стоит некрасивая помятая вот так что я оставила баночку такой без этого красного такого темно-красного бэк стича вышила только наверху это мне кажется что наверное может быть даже и не стоило вот в этом месте этот бэк вышивать мне казалось и так намного даже лучше смотрится такие вот симпатичные у меня баночки получились и как я и планировала сейчас я вам покажу как я хочу использовать их у меня такой вот есть пин кипчик я показывала у меня здесь раньше висели хэллоуинские магниты тоже от компании жар птица там у меня внутри как вы наверное помните если смотрите мои видео но вот здесь вот магниты неодимовые ну вот 4 здесь их можно так прощупать так и я вот вышила так вот если я правильно помню по моему так принципе вот эти баночки мама не у него так как-то деваться тут сейчас я все их да ну тут вот можно корректировать еще по высоте чтобы они более-менее так одинаково смотрелись ну вот примерно так можно их еще подвинуть чтобы было ровное расстояние по бокам и вот такой вот пин кип или баннер я хотела бы повесить на кухне мне кажется так интересно смотрится и у меня такая идея что можно вот ну вообще какие-то вот такие магнитики вышивать там хэллоуинские вот такие осенние либо какие-то летние там с вкусняшками да но уже птицы много разных магнитов и вот так вот оформлять на такой пин кип качестве баннера для украшения интерьера мне кажется вполне так красиво смотрится но у меня здесь конечно тесемочка такая более хэллоуинская фиолетовая она сюда как бы не очень подходит но тем не менее на мой взгляд тоже вполне так неплохо смотрится да вот с той стороны у меня так это выглядит можно было конечно ранее пинки этот сделать каким-то более интересным здесь какой-то кантик может пустить ну вот я как-то не сообразила когда делала да у меня и ткани особо не было так что вот таким образом я выполнила этот вот баннер этот пин кипчик и мне он очень нравится как смотрится мне кажется такая уютная деталька для интерьера для украшения очень здоровский набор мне понравилось его вышивать ниточки у меня остались еще здесь вот в папке не есть но у меня лиза здесь она планировала вот эту баночку вышивать с абрикосовым вареньем так пока я не вышила ну я ее спрашивала она все еще хочет ее вышивать может быть когда нить еще и вышит я думаю что не так хватит как раз на эту баночку так дальше что я вышивала сейчас я вам покажу вышивала я вот такой вот дизайн я вам показываю черно-белое превью потом наверное вставлю цветную фотографию этого отшива вообще превью этого дизайна тут можно сказать наверное это как сэмплер такой новогодняя от анны пету новая она прошлом на прошлый новый год его разрабатывала эти вот дизайны а я смотрела разные отшивы мне очень давно этот нравится дизайн я все мечтала с того нового года его вышить вот и вот наконец-то моя мечта сбылась мне сестра уже на новый год подарила вот эту схемку и я приступила к отшиву тоже вышивала ну вышила два магнитика в больнице вот первое у меня было вот такое замечательное какао я вышивала вот тоже на пластиковый конве как магнитик хотя вот смотрела девочки по-разному оформляют и в новогодние шары и в пинки и там и в мешочки для подарков в общем разное оформление вышивать их конечно вот эти дизайны не так легко здесь много бэкстич а также есть французские узелки и вот бэкстич который вышивается не по клеточкам в две нити вот этот вот белый он не особо у меня аккуратный потому что я вышивала ну два сложения нитки мулине белой в больнице у меня к сожалению не было вот этой нитки гютерман которая толстая да такая можно вышивать в одно сложение и она будет смотреться как в два сложения ну такая толстенькая и но здесь сложность основная в том что нужно пластиковую канву да вот дыря ведь не по клеткам то как бы сложность не особо аккуратно получается ну и пальцы устают прокалывать эту вот канву ну смотрится здорово я уже повесила эти магнитики на холодильник нет они украшают холодильник сейчас и еще больница вышла вот этот вот такой кулечек со сладостями с ягодами здесь тоже очень много бэка французских узелков особенно вот бэкстич вот этой елочки присутствует много я так знаете подумала можно было бы сюда и бисер белые сделать если бы он у меня был ну и вот видите здесь бэк такой не особо аккуратный тоже не по клеточкам по середине клетки идет ну издалека мне нравится как смотрится такой симпатичный очень дизайн вот все что я успела вышить следующий я планирую вышивать елочку но вот деда мороза я не знаю буду вышивать нет мне хотелось бы но вот у меня лиза хочет его тоже вышивать ну посмотрим пока я немного устала от пластиковой конвы я сейчас вышиваю там другой дизайн на равномерке скоро сейчас его покажу так как подготовка к новому году это в основном вышивка но в большинстве случаев на пластиковой конве как-то вот и игрушки вышиваешь и вот пальцы конечно устают от обилия таких дизайном и именно на пластике вот и я думаю что может быть я елочку вообще вышью на равномерке и сделаю ее как пинкипчик не почему-то так хочется мне кажется мне вот двух таких крупных магнитиков красивых будет достаточно дальше хочу вам показать вот этот дизайн от надежды на горной называется называется он гусь в яблоках и вот как вы можете видеть здесь такая картина да немножко с юмором веселая гусь предлагает лису покушать все-таки яблочек они его съесть видите вот такой взгляд смешной но алис конечно смотрит на гуся с таким аппетитом и даже на яблоки не обращает никакого внимания я сейчас вам покажу что вы что у меня я вышиваю на линде я вот не помню к сожалению как цвет называется но он такой вот коричневатый уже начала вчера делать бэкстич и как раз вот делаю ниточкой гутерман который мне сонечка из турции в подарок присылала вот делаю бэкстич который вот в две ниточки должен делаться такой вот этой ниточкой гутерман тут немножко фону повышевала ну здорово получается мне очень нравится вот эти дизайны у надежды на горной много таких немножко дизайнов с юморов интересных таких я перебирала свои запасы новогодних схем авторских ну и вообще авторские схемы смотрела что у меня еще есть и вот мне так захотелось этот дизайн начать для поднятия настроения потому что ну я когда смотрю на этого лиса и на этого гуся у меня появляется улыбка в общем и настроение как-то улучшается хочется больше улыбаться так что мне знаете в планах вот этого гуся завершить до нового года мне так хотелось бы его завершить и оформить но не знаю успею не успею оформить ну по крайней мере хотя бы завершить потому что очень на мой взгляд позитивный дизайн сегодня я снова буду отдыхать от пластиковой канвы и вышивать как раз вот его вообще конечно я начала поздновато готовиться к новому году вот ну не было мне как то настроение мне хотелось вообще летние процессы вышивать а вот сейчас как бы настроение вроде как появилась вышивать новогодние процессы но времени уже мало я думаю что я особо ничего не успею вот повышевала еще немножко своего санту полуночного здесь вот у меня отшилась борода но планирую я его продолжать вышивать ну конечно не до нового года скорее всего в январе феврале в общем этой зимой а так как сейчас хотелось бы мне вот именно завершить вот этого лиса с гусем гуся в яблоках не будут надолго откладывать этот процесс тоже буду вышивать потому что ну пальцы как я уже говорила от пластиковой канвы конечно же устают и нужно чем-то разнообразить таким либо на равномерке либо на аиде и вышивать вот такие вот дизайны а также я вам знаете хотела бы еще показать так вот здесь вот у меня такая книжечка появилась я делала обзор на эту книгу и я показывал что у меня почти завершена анюта ну вот сейчас она у меня совсем готова оформилась в новогоднюю игрушку и после того как я сниму это видео я ее повешу на елочку будет она у меня висеть вместе с хулиганом юркой да вот здесь кстати немножко видно вот она таню там и хотела бы я еще до нового года хотя бы вышить вот вот эту вот девочку танечку потому что у меня мама таня сестра двоюродная таня ну первую конечно же я себя вышла анюту жалко что там нету лизы то бы я лиза обязательно тоже вышла вот так то мне хотелось бы вот после тани вот этой девчонки такой красивой модной вышить тосю вот а потом наверно какого-то мальчика может вот этого вот этого сладкоежку наверное но я посмотрю еще в общем пока у меня только таня в планах а там посмотрим как я буду успевать так что принцип еще две недели до до нового года чуть чуть больше посмотрим можно же все новогодние праздники вышивать по этой книги на елочку вешать вот эти замечательные красивые игрушечки новогодние мы елку нарядили еще в ноябре одна неделя оставалась до декабря вот нарядили так что она у нас уже наряженная стоит и радует нас вот такая вот замечательная девочка у меня вышелась анюта ну еще я вам знаете что хотела показать вот этот носочек от design works него танюша с канала танюша груша подарок присылала и в общем у меня все никак нет вдохновения его делать потому что не хочется именно крестики вышивать хотя я думаю что должно красиво получиться я вот здесь немножко пайетки по пришивала тут сверху носочек вырезала ну вот у меня еще основная загвоздка то что я ножницы вот этим испортила кончики этом ими перерезала бисери они меня перестали вот именно кончики резать они но очень хороши для вырезания фетра были и сейчас мне практически нечем вырезать вот эти все детальки мелкие здесь фирма design works и вот эти все маленькие такие вот детальки они сначала вырезаются из бумаги как бы до выкройка а потом уже накладывается на фетр надо сам самим там все вводить и вырезать у фирмы будет села там сразу это все нанесено на фетр ну вот как вот здесь а вот у фирмы design works только у меня здесь нанесены такие ну как крупные более детали вот елочка например и я вы знаете все никак не могу начать этот носок толком отшивать пришивать пайетки здесь у меня тоже такая проблема мне надо будет здесь имя лиза написать но я не знаю как вы тут писать здесь вот они на превью да тут но ниточками подписали видимо и так думаю но здесь никакого алфавита ничего нету и вот мне надо как-то самой придумать может это пайетками сделать если войдет если не войдет то как-то хотя бы ниточками тоже также подписать вот и как-то вот нет у меня настроение вот именно приступать к этому носку вот в основном конечно из-за ножниц потому что я вот пока это все вырезала я так намучилась тупыми ножницами неудобными все это резать ну в общем может быть будет все-таки вдохновение я этот носок еще повышеваю по пришиваю все эти детальки и может быть у меня будет к новому году все-таки готов ну я по крайней мере надеюсь может и следующей неделе возьму себя в руки и начну его вот такой вот у меня еще процесс и хочу вам знаете показать еще что вышивала моя дочка лизочка хочу я вам показать вот для начала вот эту работу лиза у меня щеночка вышивала я уже показывала его ну вот я оформила в такую рамочку из фикс прайса на мой взгляд очень хорошо смотрится и вот украшает лизину комнату сейчас эта вышивка мне кажется вот эта рамка этой работе очень даже идет смотрится так отлично лиза у меня еще завершила вот этого котика от фирмы rto ну вот у нее тут с глазами проблемы если вам покажу я имею ввиду котика глаза как-то получились не очень и я вот только сейчас обратила внимание что она вот как брови не вышила здесь они не вышиваются но она похоже просто зашила вот это место да тут которая не вышивается и вот у нее такой кот забавный получился лизе вообще очень глаза не нравится она даже хотела его выкинуть этого котика но я оставила ну и вроде сейчас и тоже более-менее он стал нравиться она к себе там на полочку поставила свою комнату так что вот видите какая разница до этих котиков глаза да вот немножко другие и совсем по-другому смотрится ну и бровей то что нету тоже в принципе тоже такая милая работа рыжий кот и вот пока я была в больнице у меня тут лиза пробовала шовчики я там находила дизайн и на сама ниточки подобрала такие с переходами здесь по моему три разных нити вот такая вот такая это вот все анкор насколько я помню вот это вот гамма ниточка здесь вообще еще нужно немножко чтоб бэк был и вот на концах ну вот у колокольчиков бисеринки пришить но вот она пока не продолжает не знаю может она уже просто забыла про эту работу вот она у нее сейчас лежит в принципе вот такой первый кстати ее дизайн на равномерке на равномерку попробовала ну и вот немножко попробовала вышивать можно сказать шовчики такие это бесплатная схема так еще я вам хочу показать она мне вышивает вот такой дизайн от фирмы алиса это такой новогодний наверное да новогодний домик с новым годом и рождеством вот такая открытка на зимний дом и кстати называется и вот на сегодняшний момент у него столько выше то здесь немножко осталось ей завершить ну вот пока она тут два дня не вышивала как-то перехотелось и вышивать и вот это пожалуй все что она вышила за это время и сейчас я вам еще хочу показать визе в подарок пришел вот такой вот набор от вики вика если смотришь большое тебе спасибо вот такой вот мышонок лизе на новый год в подарок пришел от фирмы овен ну вот лиза все хотела его начать но вот ей также хотелось вот эту открытку от алисы завершить она так и не начала здесь вот в наборчик мы уже все открывали входит вот такая иголочка с пластиковой конвой ниточки ну так же вот что тут у нас схемка схема такая сейчас она немножко так вот покажу такая цветная и в то же время символьная или просто вот тут либо символы либо просто она цветная идет все наверное видели эти наборы тонов у них стандартные схемы идут и вот такой лист магнитный тоже идет в комплект к этому наборчику и у меня была такая идея может быть вот эти монетки вышить металликом серебристым и золотистым чтобы мышка такая была более блестящая более нарядная ну посмотрим как вот у лизы захочется вышивать она дошлет этот зимний домик от алисы я думаю что она вот приступит к этому дизайну потому что ей очень он нравится еще раз большое вика спасибо за такой подарочек лизе к новому году ну вот пожалуй это и все что я хотела вам показать я так сейчас смотрю все вам показала рассказала надеюсь вы хорошо со мной время провели повышивали может быть ну а я буду с вами прощаться большое всем спасибо за внимание желаю вам здоровья новогоднего настроения и много много времени для нашей любимой вышивки для нашего творчества всем пока